В центре подготовки космонавтов прошли комплексные экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажа экспедиции посещения Международной космической станции. Во время экзамена инструкторы ЦПК моделируют ряд нештатных ситуаций, которые необходимо обнаружить и устранить. Экзаменационные тренировки экипажей проходят на тренажере транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и на макете российского сегмента МКС. Мы все активнее открываем дверь, делаем космос доступнее для всех людей на Земле и подготовка туристов становится все короче, короче и короче. Конечно, она сильно отличается от подготовки профессиональных космонавтов, которые в среднем к первому полету идут 10 лет. По окончании тренировок члены экзаменационной комиссии, в состав которой входят специалисты предприятий «Роскосмоса», оценили точность и слаженность действий экипажей. Запуск с «Байконура» пилотируемого корабля «Союз МС-20» с экипажем намечен на 8 декабря. На техническом комплексе космодрома «Байконур» идут заключительные работы предполетной подготовки транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс-МУМ» с узловым модулем «Причал» российского сегмента Международной космической станции. Специалисты произвели заправку компонентами топлива и сжатыми газами транспортного корабля-модуля. Затем в монтажно-испытальном корпусе была произведена состыковка с переходным отсеком и сборка космической головной части. Запуск корабля-модуля планируется 24 ноября в 16.06 по Москве с помощью ракеты-носителя «Союз-21Б» с площадки номер 31 космодрома «Байконур». В Подмосковном Королеве специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» рассказали о функциональных задачах нового модуля в российском сегменте МКС. После запуска будут проведены работы по его интеграции. К примеру, 19 января следующего года будет произведен выход, по которому будет подключен к бортовым системам российской станции. И 18 марта он уже примет первый корабль типа «Союз». К нему можно пристыковать пять разных объектов, которые будут между собой синтегрированы. Через двое суток после запуска причал планируется пристыковать к гермоадаптера модуля «Наука». Новый узловой модуль имеет стыковочные узлы для приема пилотируемых кораблей «Союз-МС» и грузовых «Прогресс-МС». Марсоход «Розалинт Франклин» российско-европейской миссии «Экзомарс-2022» прошел длительную термическую обработку от загрязнений земной органикой. Очистка марсохода происходила на предприятии «Талис Оленея Спейс» в Риме. Ровер находился в вакуумной камере в течение 120 часов при температуре 35 градусов Цельсия. Этой операции достаточно, чтобы удалить скрытые загрязнения внутренней части ровера, например, небольшие вкрапления клея. Конечная цель операции — предельно снизить любые признаки загрязнения земного происхождения, чтобы обеспечить чистое обнаружение органических соединений на Марсе. Сейчас любая аппаратура, доставляемая на поверхность Марса, должна пройти процедуру стерилизации и обеззараживания по достаточно жестким правилам, которые утверждены на международном уровне. Мы все это прошли, получили паспорт чистоты. Марсоход также оснащен уникальным буром, который способен достичь глубины до 2 метров под марсианской поверхностью. Используя свои камеры, а также подповерхностный радар, марсоход российской и европейской миссии ExoMars-2022 будет искать наиболее перспективные места для бурения региона плато Оксия, который он будет исследовать на Марсе. Два телекоммуникационных космических аппарата «Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7», созданные на предприятии информационной спутниковой системы имени академика Решетнёва, пополнят орбитальную группировку России. Аппараты построены на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н». Это собственная разработка предприятия в Железногорске. В настоящее время на космодроме Байконур ведётся их подготовка к запуску, который запланирован на декабрь этого года. «Экспрессы» будут выведены на геостационарную орбиту в два этапа. Ракета-носитель «Протон-М» разгонный блок «Бриз-М» доставит их на геопереходную орбиту, а далее с помощью собственных двигателей коррекции спутники доберутся до точек стояния, где с ними будут проведены лётные испытания. Гарантированный срок службы космических аппаратов «Экспресс» — 15 лет. Специалисты холдинга «Российские космические системы» провели успешное испытание миниатюрного устройства защиты электронных бортовых систем спутников от воздействия космической радиации. Универсальное устройство будет интегрироваться в электрические цепи узлов бортовой аппаратуры и вести непрерывный мониторинг состояния входного и выходного тока напряжения, выявляя разрушающее воздействие радиации и оперативно проводить кратковременное отключение цепи. Размер устройства позволяют использовать его на малых аппаратах типа CubeSat и на межпланетных станциях, отметили на предприятии. Субтитры создавал DimaTorzok Правительство Российской Федерации дополнительно направит 6,5 миллиардов рублей на развитие космической отрасли, сообщил на заседании Кабмина в четверг премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. Сегодня перед российской космонавтикой стоят серьезные стратегические задачи. Наиболее амбициозные планы связаны с исследованием и освоением дальнего космоса. Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру. Решение о выделении средств на развитие космической отрасли позволит обеспечить необходимое финансирование работ по таким направлениям, как исследование Луны, исследование астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра электромагнитного излучения, а также исследование планеты Венера. На космодром Восточный доставлен разгонный блок «Фрегат», предназначенный для запуска российской автоматической межпланетной станции «Луна-25». Главная задача миссии «Луна-25» — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны. На комплексе «Союз» в Гвианском космическом центре продолжаются работы в рамках 26-й пусковой кампании. В настоящее время в монтажно-испытательном корпусе специалисты организации Госкорпорации «Роскосмос» провели работы по сборке ракетоносителя «Союз-СТ» в пакет первой и второй ступеней. Ракетоноситель «Союз-СТ» должна вывести на орбиту космические аппараты Европейской навигационной системы «Галилео». Госкорпорация «Роскосмос», Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов и Министерство цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подписали документ, который фиксирует совместные намерения в ближайшее время приступить к детальной проработке модернизации исторической площадки номер один космодрома Байконур, место с которого состоялся первый полет человека в космос. В случае успешной реализации с Гагаринского старта будет возможность эксплуатировать современные модификации ракет-носителей семейства «Союз-2». Стороны планируют привлечь частных инвесторов и в дальнейшем осуществлять коммерческую эксплуатацию комплекса на совместной основе. Города Челябинской области продолжают пополнять парки новыми трамвайными вагонами производства Усть-Котавского вагоностроительного завода, входящего в Госкорпорацию «Роскосмос». 10 трамваев производства ОКВЗ прибыли в город Магнитогорск и скоро выйдут на маршруты. Преимущества новых трамваев – система кондиционирования воздуха с климат-контролем, беспроводной Wi-Fi-доступ в интернет, USB-разъемы для зарядки гаджетов, бесшумный плавный ход, 100% низкий пол в зонах посадки-высадки пассажиров. Для удобства водителей – интеллектуальные системы помощи и эргономичная кабина. 25 лет назад, 15 ноября 1996 года, в научно-испытательном комплексе НПО «Энергомаш» проведено первое огневое испытание жидкостного ракетного двигателя RD-180 для первой ступени американской ракеты-носителя «Атлас-3». Кроме RD-180, в конкурсе участвовал вариант кислородно-керосинового двигателя МА-5 фирмы «Рокет Дайн» и российский двигатель НК-33 производства ПАО «Кузнецов». Контракт на разработку двигателя был подписан между НПО «Энергомаш» и американской компанией «Локхерт-Мартин» 14 июня 1996 года, а уже через пять месяцев проведено первое огневое испытание первого доводочного двигателя RD-180. На сегодняшний день ракеты-носители семейства «Атлас» совершили 95 успешных пусков с двигателями RD-180. Водопад Джулиан и Млечный Путь Снимок сделан в горах Люсаксяо в Китае. Центральная полоса нашей галактики Млечный Путь пересекает небо. Внутри многочисленные прожилки из темной пыли и разноцветной туманности. Фотограф Кси Джи сделал 78 экспозиций, а затем для большей детализации сложил их в специальной программе. Северное сияние Роршера Это 180-градусная панорама красивейшего явления природы. Недавняя солнечная активность будет порождать геомагнитные бури. Их число в ближайшие годы будет только расти. Автор Горан Странд Явление Ореола Цефея Может показаться, что в этом звездном поле, плывущем по небу в созвездии Цефея, обитают призраки. Но на самом деле это всего лишь космическое полевое облако, слабо светящееся отраженным звездным светом. Облака удалены от нас на 1200 световых лет. Туманность SH-2-136, которую также называют Туманностью Призрак, находится правее центра этого богатого звездного поля. Чуть левее центра кадра синяя туманность Териз, в которой пыль отражает голубоватый свет горячих молодых звезд. Автор Лео Шац Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvroskosmos.ru И до встречи в космической среде! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Главное ступенье.